Привет! В эфире Вымпел. Да, вы могли этого не знать, но мы уходили на небольшой перерыв. Но тем не менее, осень, новый учебный год, и мы вернулись. Возвращаясь к нашей привычной традиции, смотри сегодня в выпуске. Росыпь ассинов на любой вкус и цвет. Кошмарный полицейский беспредел. Наступает ночь, город засыпает и просыпается лунный рыцарь. И вишенка на торте, настольная игра Star Wars X-Wing. По традиции мы начинаем наш выпуск с блока новостей из мира игровой индустрии. Пришло время радоваться всем поклонникам франшизы Assassin's Creed. Особенно тем, кто все еще не утратил надежду на возвращение серии к историческим истокам. Ubisoft провела отдельную презентацию, целиком посвященную серии игр. На ней было анонсировано сразу несколько проектов, как для больших платформ, так и для мобильных. Например, Assassin's Creed Mirage. События игры развернутся в Багдаде за 20 лет до последней на данный момент номерной части Assassin's Creed Valhalla. А главным героем выступит уже известный ассасин по имени Басим. По геймплею выбора локации игра вернется ближе к первым частям серии. Игрокам будет доступен большой город Багдад в стилистике восточной сказки. Меньше уже ставших привычными ролевых элементов и основной упор на стелс. Дата выхода пока неизвестна. Сказали, что выйдет в 2023 году. Платформы также не обозначены, однако можно предполагать, что на ПК, PS5, Xbox X и S точно заглянет. По поводу One и PS4 ничего неизвестно. Также Assassin's Creed Codename Jade станет мобильной игрой в открытом мире с уже классическим геймплеем серии. Местом действия станет, как можно догадаться по названию, Древний Китай. Ubisoft рассказали про свою новую платформу Infinity. Для нее выйдет сразу две части, которые можно будет купить как отдельные номерные игры и как части этой платформы. Codename Red и Codename Hex. Codename Red это следующая большая игра в серии, события которой развернутся в феодальной Японии. Игроки давно об этом просили и студия наконец-то вняла их мольбам. Вновь упорно RPG элементы, а разработчиками выступит Ubisoft Quebec, которую игроки могут знать за Синдикат и Одиссею. Codename Hex, информация о которой стала чуть поменьше. Большая игра в серии от Ubisoft Montreal, те сделали Origins и последнюю Вальхаллу, но особыми подробностями не поделились. Тизер, правда, частично может сказать о том, что события развернутся в Германии во времена Священной Римской империи. Среди прочего будет затронута такая щепетильная тема, как охота на ведьм. Assassin's Creed Valhalla на данный момент последняя долго поддерживаемая игра не останется без контента. Для игры анонсировано обновление «Последняя глава». Она добавит новые сюжетные миссии, которые должны изящно завершить некоторые, на данный момент, незавершенные сюжетные линии. Релиз ожидается в этом году. Также сообщили, что в разработке находится еще одна мобильная, неизвестная, правда, какая игра, и полноценный сериал по Netflix. В рамках State of Play студия Santa Monica представила новый сюжетный трейлер God of War Ragnarok. В нем можно увидеть несколько миров, волкоподобного Фенрира, Тора и множество других мифических существ скандинавской мифологии. Сразу видно, игра стала выглядеть еще эффектнее, динамичнее, сочнее, напрашиваясь, очевидно, название номинанта в гонке за звание игры года 2022. Стало известно, что Ragnarok станет финалом северных приключений Кратоса и Атрея, в которых, отец с сыном, встретятся с самыми мощными и по совместительству ожидаемыми богами региона. Узнать, кто же выйдет победителем из этой божественной схватки, можно будет 9 ноября, обладателем PS4 и PS5. Ну и напоследок, забавная, отчасти трагичная новость. Warner Bros. подпишила изменить ультимативную способность Велмы в файтинге Multiverse. Умная девушка может собирать улики на поле боя, когда их копится достаточное количество, она способна вызвать полицию, чтобы та забрала одного из оппонентов. Однако, появилась неожиданная проблема, ведь полиция могла забрать не просто Бэтмена или Супермена, а самого Леброна Джеймса. Возникала поистине курьезная ситуация, когда против темнокожего баскетболиста можно было вызвать полицию. Однако, после этого патча на форумах зашли очень интересные разговоры о том, что вызов машины Mystery — это вообще похищение другого человека. И посетители форума не сошлись, потому что сказать сложно, что лучше — арест полиции или похищение команды с говорящей собакой. Напоминаю, что Multiverse, хоть и в несколько измененном виде, доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, IgDog1 и Xbox Series. От этих прорывных, иногда даже скандальных новостей мы переходим куда более спокойному, даже несколько загадочному блоку. Мы поговорим о комиксах. В рубрике, посвященной комиксам, мы поговорим с вами о «Лунном рыцаре». Сериал подобный выходил весной этого года, и несмотря на то, что Marvel все порывается уйти, порывается порвать, тем не менее какие-то книги урвать все еще возможно, причем в официальной локализации. В данном случае мы говорим про том от «Альпаки». Он маркирован тегом 16+. Казалось бы, причем тут комиксы есть комиксы, однако в данном случае это имеет все основания под собой, поскольку, во-первых, тема, связанная с «Лунным рыцарем» — это всегда тема заболевания, это шиза, это какие-то душевные болезни, так вдобавок это еще и неконтролируемое насилие, причем если, допустим, в комиксах о Дэдпуле насилие — это гипертрофированное, и оно зачастую делается ради забавы, в духе он психопат с двумя катанами режет людей, то здесь насилие имеет под собой прямую психоделическую основу, и зачастую это насилие какое-то связанное с садизмом, ну и демонстрируется, надо отдать должное, ну или ужаснуться. В комиксе очень-очень подробно, вот здесь можно увидеть, как живьем сжигают человека, а здесь его тушат. Да, 16+, собственно, главный герой — это Марк Спектр, ну или не Марк Спектр, поскольку личностей у «Лунного рыцаря» очень-очень много, но благо каноничный костюм присутствует, и основной Цимис остается прежним. Персонаж с множеством личностей, у каждой из которых есть свой индивидуальный характер и костюм, пытается противостоять злу, противостоять злу с кулаками, поскольку сейчас очень популярна тема, когда герои не убивают злодеев, герои — это хорошие парни, хорошего человека от плохого человека, если мы говорим про супергеройку, отделяя то, сколько людей он готов покрошить на своем пути, но «Лунного рыцаря» это тем не особо затрагивает, он крошит всех тех, кто ему не нравится, и кто, по его мнению, представляет угрозу для человеческого бытия. Причем делает он это поистине с жутким оскалом. Яркий пример. Ужаснулся, решился и пошел крошить черепа. В комиксе соседствуют с какой-то пугающей, гротескной жестокостью, выдержанной в немногих цветах, то есть это или ночь, причем она не черная, а скорее синеватая и ярко-желтое пламя, с какими-то яркими глюками. Прекрасный пример контраста, лучше этого ничего не проиллюстрирует. Здесь «Лунного рыцаря» пытается поглотить что-то из множества человеческих тел, какой-то гомункул, а уже на соседней странице полуголый мужчина с крыльями бабочки приглашает в коллективный разум. В отличие от промо-материалов, которые зачастую идут в конце комикса, то есть это какие-то арты, это наброски, это примечания человека, ответственного за сценарий, здесь такого нет, здесь все идет последовательно, вот вариантная обложка, вот красивый разворот, все продолжается история. Причем, что любопытно, множество из вещей, которые можно увидеть в комиксе, они находят свое отражение, и вот я случайно открыл страницу, здесь зубы, зубы без глаз, но с волчком. У меня тоже есть зубы, зубы с глазами и с волчком. Делаешь вот так, они делают вот так. Тоже по-своему безумная штука, а здесь в комиксе у этого даже ноги есть, и Марк Спектр может это даже ударить. Собственно, о содержании, здесь очень много тем, связанных с происхождением, с еврейским происхождением, здесь даже есть некоторые нацисты, которые на евреев охотятся и предписываются, что часть душевных проблем у Марка непосредственно из детства, когда он всю эту травлю пережил, здесь есть и отсылки к другим супергероям. Однако, в отличие от множества кроссоверов, связанных, например, с Мстителями, когда выходит какая-то крупная арка, допустим, 10 выпусков, и еще 30 выпусков сторонних, по 2-3, что происходило с каждым героем во время этого ивента. Там, что три выпуска делал Человек-паук, пока залетал на огонек, что там три выпуска делал, например, ну тот же упомянутый Дэдпул, как его вообще могло затянуть в несвязанное с ним приключение. Здесь все держится вокруг одной ключевой мысли, противостояния с богом Солнца Ра и его аватаром, безумным солнечным королем. Однако, периодически сюжет разбавляется какими-то несвязанными историями, если изначально может показаться, что это такой хитрый замысел, ну, в духе психи они мыслят не связанно, то есть здесь сюжет, здесь ересь, здесь сюжет, здесь ересь. Нет, зачастую некоторые арки вообще не оказывают никакого влияния, и есть просто, чтобы быть красивым, пугающим, психоделическим зрелищем. Благо художники постарались. Стилистика близкая к Хеллбою, очень хорошо выдержана, и на самом деле комикс уйдет. То есть минимум плавных линий, много резкости, казалось, будто вы в фильтре фотографию выкручиваете на максимум, из-за чего глаза выглядят пугающе, огонь выглядит обжигающим, ну и все, что должно выглядеть ярко, очень сильно подчеркивается таким художественным стилем. Стоит отдать должное автору. Несмотря на свое душевное заболевание, он тоже страдал расстройством личности, как и Марк Спектр. Постарался передать сюжет максимально связанно, и я бы даже сказал, аутентично. Как человек, незнакомый с подобной практикой, я даже почувствовал некоторый дискомфорт, пытаясь понять ход мысли героя, поскольку именно от его лица идет повествование. Я думаю, это определенно одно из главных достижений произведения, когда персонаж однозначно сложнее, чем Человек-паук, предстает в крупных медиа, надо его соответствующим образом подать. И я думаю, с уверенностью можно сказать, что это произведение справилось со своей задачей, и оно все еще есть в продаже, поэтому если у вас есть желание, вы можете к нему причаститься, и определенно это будет, может быть, и не самое лучшее зрелище, может быть, и самое комфортное, но вам определенно это будет интересно. А с этого мы плавно перебегаем на настолки. Заключительная рубрика нашего выпуска по традиции посвящена настолкам. Сегодня мы поговорим о Wargame, X-Wing, Star Wars, который прямо сейчас можно приобрести, однако с дополнением к ним могут возникнуть проблемы, поскольку часть из них переведенных уже вся раскуплена, или которая не раскуплена, не переведена. О самой игре. Принцип — авиационный бой. В «Звездных войнах» это стремительная схватка, где один выходит победителем, ну а один, соответственно, проигравшим. Здесь вам представляют сыграть за империю или за повстанцев, смотря кому больше лежит ваша душа. Предложена эскадрилья, хотя очень громко сказано. В данном случае вы можете взять на себя роль штурмана, стрелка и пилота, республиканского слэш-повстанческого замечательного X-Wing, который по умолчанию чуть сильнее противников, или с его оппонентами двумя имперскими ИСИДками, которые чуть-чуть слабее, но зато их две, а значит потенциала для маневра больше. Миниатюры очень хорошо прокрашены, они довольно хрупко выглядят, в частности СИД с их вот этими огромными панелями, однако за два года использования с ними никаких проблем не случалось, разве что вот эти пластиковые штыри, на которые полагается ставить звездолеты, очень жестко входят, поэтому могут возникнуть сколы, и иногда из каких-то соображений гуманизма проще вот так вот пальцами их двигать, вот, и главное, на них никаких следов не остается. По самой игре все это одно большое сражение, то есть это не стратегия в глобальном времени, это просто схватка здесь и сейчас. Для этого здесь присутствует очень много метрик для скорости, которым можно прокладывать маршрут и измерять, кто куда полетит. То есть, допустим, я вот хочу улететь прямо туда, в закат. Я начинаю отсюда и начинаю. Маршрут построен, поворот через 5,2 метра. Так, уоп, и все. В игре очень много жетонов, которые имитируют рельеф, в данном случае это астероиды, потому что каких-то космических тел больших масштабов не завезли. Бой весь изящно прогнозируется посредством карт, их много, есть крупногабаритные карты, которые могут выступать в данном случае картами персонажа. Ну, это пилот-истребитель, там, ночной зверь, пилот обсидиановой эскадрильи, курсант академии, там, уровень новичок, средний и профессионал. Точно так же и у X-Fing, это V-образные модификаторы сложности, потому что у них у кого-то мощнее пушки бьют, кто-то лучше вертится. Также есть промо-карты, которые ходят от набора к набору. Это те вещи, которые могут узнавать поклонники франшизы, например, 2D2, миниатюрку не завезли, но его карта, которая может оказать влияние на геймплей, присутствует. Также очень много жетонов, причем жетоны, что и хорошо, и плохо, выдержаны в звездновойновской такой специфической стилистике. То есть, если в оригинальной трилогии вам казалось, что технологии выглядят как-то дико и уже сто крат устаревшие, хотя, казалось бы, космические корабли, здесь эта тенденция повторяется. Какие-то гротескные приказы, гротескные прицелы, не очень удобные диаграммы для какого-то определения, куда мы вообще можем попасть, где вообще поле зрения. Все это здесь есть, и если вам это нравилось, ну, я вас поздравляю. Но в целом, из плюсов, они довольно качественные, все жетоны очень хорошо пропечатаны. Здесь есть текст, который я готов поспорить, если вы особо оголтелый поклонник «Звездных войн», можно даже перевести это, окажется что-нибудь на действительно написанном по-звездновойновски. Очень много жетонов тактильных, и это прям балдеж. То есть я уже до выпуска сидел, крутил, это прям так классно, вот этот показатель жизни. Эта тема со счетчиком ХП очень популярна в современных играх, но лет пять, лет шесть назад такое было не везде, и не рискну сказать, что это было особенным нововведением, но прям балдеж. Играть приятно. Очень много самых разных карт, хорошо проламинированных, они, несмотря на отсутствие протекторов, которые придется докупать отдельно, они очень хорошо гнутся, то есть при транспортировке они у вас не сомнутся в какой-то кошмарный вид. То есть так вот сделал, и все, они такие же ровненькие. Кубы, которые отображают нападение и защиту, то есть защитные рефлекторные системы и атаку. Здесь они тоже, я вообще играю, делает тот максимум, который может передать, например, пилот, то есть чувствовать себя в моменте, несмотря на некоторое отсутствие баланса, пауза и долгое засчитывание ходов, вот это чувство, что ты стреляешь, ты что-то как-то защищаешься, можешь все это потрогать, это очень приятно. Потрогать эту игру сами вы все еще можете, даже можете на русском языке, благо, возможности позволяют, она все еще продается, даже дополнение есть, но не все, как в анекдоте говорится, есть один нюанс. А, наш нюанс, в том, что наша программа так, хопа, и подошла к концу. На этом все, дорогой друг, мы вернулись, поэтому можно с уверенностью сказать, что через неделю мы снова вернемся, и нам найдется, что интересного тебе рассказать из мира игровой, киношной, комиксовой индустрии. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok